Субтитры создавал DimaTorzok Он привезет с собой душевные раны и сокровенные просьбы. С этой ношей пойдет по местам, куда ступал Господь, от Назарета до Голгофы. Первое посещение Святой Земли любым человеком – это очень большое впечатление. Словами нельзя передать. Душа скрипит, слезы льются, душа плачет. Я впервые увидел действительно апокалиптический город. Белый, светящийся Иерусалим. Часто люди говорят, что мы боялись немножко. Но когда мы зашли в гроб Господень, и там мы почувствовали эту встречу. И вместо страха мы почувствовали, что к нам Господь проявил любовь. Он нас обнял, вместо того, чтобы наказать. Все библейские истории берут свое начало отсюда. Две тысячи лет назад эта маленькая и небогатая деревня. В те времена ее название ни о чем хорошим людям не говорило. Что доброго может быть из Назарета? Теперь это слово говорит обо всем. О самом главном, что есть в жизни человека. Назарет много раз менял свое лицо. Пережил набеги сарацинов, крестовые походы, средневековое разорение. Единственное, что здесь оставалось неизменным – это холмы, на которых стоит город и его имя, о котором мир узнал из Евангелия. Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Когда это случится, не знали. Но древняя Иудея ожидала прихода в мир Мессии. Ветхозаветные пророки предсказали, что он будет из колена Давидова. Было известно даже о будущих чудесах, страданиях, смерти и воскресении. И о том, что Спаситель родится от Девы Вифлееме. Она занималась пряжей льна и шерсти. И была искусна в своем деле. Наизусть знала Писание. И, конечно, знала, что однажды от Девы должен родиться Сын Божий. Мария мечтала быть последней рабой у этой женщины. И, конечно же, вряд ли предполагала, что однажды от ангела услышит «Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенно ты в женах». О том, что она станет матерью Бога, Мария узнала здесь. Сейчас на этом месте православный храм. Здесь все началось. Храм на этом месте построили более тысячи лет назад. Его имя Бишараф в переводе с арабского означает «благовещение». Вот уже 33 года он настоятель церкви Благовещения в Назарете. Мой прапрапрадед построил эту церковь, и он был священником и похоронен внутри нее. Первые христиане не заботились о святых местах Древнего Израиля. Почитать их начали во времена правления императора Константина, который отправил в паломничество свою мать, царицу Елену. Благодаря ей на месте Благовещения в Назарете в IV веке построили храм. До наших времен церковь не сохранилась. Остались только ее камни, из которых в XVIII столетии построили этот возрожденный храм. Благодаря семье отца Бишараф, все поколения которой жили в Назарете. Когда я был маленький, мне было всего лишь шесть лет, я играл здесь с моим братом. Мы играли в прятки. Я должен был искать в тот раз. Я повернулся к двери этой церкви и считал. В это время открыл глаза и смотрел сквозь замочную скважину. И я увидел Христа. Он шел по церкви. Все было залито светом. 33 года отец Бишара заботится об этой церкви. Сердце храма здесь, где до сих пор бьет источник. Это колодец древнего Назарета. По преданию, к нему за водой приходила Богородица. Именно на этом месте она вдруг услышала голос ангела. «Радуйся, благодатная Мария! Господь с тобою! Благословенно ты в женах!» Богородица смутилась, но ангел продолжал. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». «Да будет мне по слову твоему», согласилась Мария. Начало сбываться предсказанное пророками. И скромный Назарет стал городом того, кто пришел спасти мир. Иудеи знали, Мессия родится в Вифлееме. Но вот уже наступили последние дни перед рождением первенца, а святое семейство все еще в Назарете. Иосиф с Марией вряд ли собирались в дорогу, но предсказанное должно сбыться. В Евангелии от Луки рассказывается, что в те дни вышла Бавилиния от Кесария Августа сделать перепис по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. И пошел и также Иосиф из Галилея, с города Назарета, в Идию, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давида. Пеший путь Иосифа и Марии до Вифлеема пролегал по извилистой горной местности. Расстояние в полторы сотни километров можно пройти не менее чем за пять дней. К тому же, все это происходило зимой, дули холодные ветра. Библейский город Вифлеем в наши дни под контролем палестинских властей. Израильтянам въезд сюда строго запрещен. Поэтому на границе Иерусалима и Вифлеема паломники проходят через контрольно-пропускной пункт. Вскоре путешественникам открывается шумный, многолюдный город. Таким он был и две тысячи лет назад. Вифлеем тут был переполнен. Святое семество прошло в гостиницу, а гостиница тоже была переполнена. Но под гостиницей большая пещера. Пещера была как помещение для скота, где Святое семество было вынуждено остановиться. И там, в той пещере, Дева Мария родила сына своего первенца, Иисуса Христа спленала, положила в ясли. Теперь на этом месте с IV века стоит церковь, одна из древнейших на земле. Ей удавалось пережить набеги многочисленных завоевателей. Один из таких случаев произошел в 614 году. В то время святую землю захватили персы. Они разрушили все христианские церкви. Но храм Рождества Христова – единственный, который завоеватели оставили невредимым. Потому что, согласно Библии, когда родился Иисус Христос, персы, мудрецы, волхвы, они увидели Вифлеемскую звезду над городом, над Вифлеемом, где родился будущий царь. Пришли покляниться к нему. И они пришли сюда, в Вифлеем, поклянились к нему, и дали ему дары – золото, как и цару, ладан, как Богу, смирно, как и человеку. А тут у нас, когда император Константин построил первую базилику, он сделал настынную фриску, где там было изображение покляния волхвов. И так, когда пришли сюда персы, они увидели их бритки в их персидских царских одеждах в виде покляния к Иисусу Христу и к святой Деве Марии. Уважение к этой христианской святыне проявляли и другие иноверцы. Когда впервые мусульмане и мусульманские войска взяли Вифлеем и Иерусалим, как вы знаете, это была при халифе Амар и Бенхаттаб, но праведный халиф Амар и Бенхаттаб издал закон об уважении всех христианских святыней и христианских общин тут на святой земле, потому что Иисус Христос упоминается, почитается в Коране, как и пророк и мессия. Разные народы мира хотели привнести в эту церковь что-то свое. Ворота смирения появились благодаря туркам, которые пришли на святую землю в 16 веке. Они уменьшили дверной проем, чтобы каждый входящий сразу поклонился младенцу в пещере и чтобы никто не заезжал сюда на верблюдах или лошадях, как это часто бывало в древние времена. Она встречает каждого входящего в храм. На ее лице застыла улыбка. Знаменитая вифлеемская икона, единственная, на которой Богородица улыбается. По преданию, еще при жизни Божьей Матери образ написал апостол Лука. Всего в нескольких шагах от иконы та самая святая пещера, где Богородица стала Матерью Спасителя. Место, где родился Иисус Христос, обозначено серебряной звездой. Каждый день тысячи людей становятся на колени и всего на несколько мгновений прикасаются к ней рукой. Каждый в своих мыслях, просьбах, молитвах. В нашей Церкви нет прошлого, настоящего или будущего, потому что Христос — это не время. Он — создатель времени. Вот почему, празднуя любой праздник, включая Рождество, мы говорим, что Христос родился сегодня. В этой пещере действительно нет границ времени. Как будто не было этих двух тысяч лет. Вот волхвы пришли с дарами, а вот и пастушки, которые первыми из людей узнали о Рождестве Христа. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Бейтсахур, или дом ночного бодрствования. Так эту местность к востоку от Вифлеема назвали арабы. На этом месте первые христиане почитали эту пещеру как место, где были эти пастухи. А в начале IV века, когда император Константин пришел сюда, в всю землю, на паломничество, он построил тут, в Вифлееме, храм Рождества Христова, храм пастушков над этой пещерой, где были пастухи на стражу. Но, к сожалению, этот храм в 614 году, во время нашествия персов, был полностью разрушен персами и больше не восстановился. В прошлом столетии этот участок земли выкупили греки и построили здесь свой монастырь. А вот и церковь, ступени которой ведут паломников в ту самую пещеру, куда с благой вестью пастухам явился ангел. Пастушки, они были очень простыми, смиренными, и поэтому первыми получили благословение Господа увидеть родившегося Христа. Они были мудрецами, поэтому я говорю, что мы должны подражать им, быть простыми, смиренными и в сердце хранить любовь и мир. Настоятель монастыря, архимандрит Игнатиос, впервые приехал на Святую Землю 23 года назад. Грек по происхождению, в те времена он жил в Канаде, только окончил университет и собирался жениться. Но мой друг сказал, давай на неделю поедем на Святую Землю. И в первую ночь нашего паломничества мы встретили настоятеля этого монастыря, отца Серафима. Ему тогда уже было 95 лет. Когда мы вышли после службы в церкви, он сказал, Джон, меня тогда так звали, ты будешь здесь следующим настоятелем. Это было для меня большим удивлением, и я даже обернулся назад, думая, что кто-то стоит позади, и настоятель обращается не ко мне. Через год я стал монахом и выбрал имя Игнатиус. Однажды, приехав на Святую Землю, он больше ее не покидал. На родине его ждала блестящая карьера, но все радости мира заменило скромное поле пастушков, к востоку от Вифлеема. Над молчаливыми холмами раскинулось синее небо. Это иудейская пустыня, каждый камень которой дышит евангельскими историями. Совсем близко Иордан, как будто скромный отшельник, он спрятался в зелени. Вифавара – это подлинное место крещения Иисуса Христа. Но нужно учитывать тот момент, что были две большие повени, когда Иордан изменил русло. Поэтому именно то место подлинное, где стоял спаситель в Иордане, оно сейчас сухое. Когда пришел его час, Иисус из Назарета отправился к Иорданским берегам. Иоанн Креститель сразу понял, что среди огромной очереди людей, которые ждали совершения таинства, стоит Господь. Удивился и сказал ему, «Мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Спустя две тысячи лет здесь снова и снова звучит молитва. Зной пустыни не щадит паломников на берегу Иордана. Солнце обжигает лица. Все вокруг говорят на разных языках. Берег одной реки собирает весь мир. Но люди разных национальностей понимают друг друга. От сердца к сердцу передается радость от предстоящего события. И вот в белоснежных рубашках паломники входят в священную реку. Иордан спустился в пустыню с холодных гор. Поэтому вода ледяная. Она мгновенно смывает с паломников усталость от дороги и жары. И дарит необъяснимую радость и ощущение новой жизни. Был у меня случай. Одна паломница Вера с Киева. Она уже в возрасте. Ей больше 70. И у нее одна нога была сухая. То есть она практически не сгибалась. Обратите внимание, что там есть такие перила, за которые можно держаться. И вот она спускалась в Иордан двумя руками с большим трудом. Там ступеньки такие высокие. Укунулась. Когда начала подниматься с самой воды, уже что-то задала себе вопрос. Не надо ей за перила держаться. Нога уже сгибается. По сей день она, так сказать, здорова. Иисус единственный, кто войдет в эту реку и не задержится в ее водах. Ему не в чем каяться. Он единственный из всех когда-либо живших на земле, кто не совершил греха. Он примет крещение и на землю в виде голубя сойдет Святой Дух. И голос с небес провозгласит. Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Так начнется служение Христа. Близился час призвания апостолов. Чайки, рыбаки, лодки. Мы видим ту же самую картину, на которую 2000 лет назад смотрел сам Господь. Это Галилейское море, где Он собирает учеников. Иисус Христос больше не возвратится в родной Назарет. Он идет проповедовать в Галилею. Господь никому не навязывает себя. Господь избирает тех, кто готов идти в сию минуту вместе с Ним и вместе за Ним. Кто не привязал свое сердце к земным благам. И Господь избирал простых рыбаков. Иди за Мною. И оставили сети и пошли. В современном Израиле это озеро называют Кенерет. Здесь паломники поднимаются на небольшие корабли и плывут по волнам Библейского озера. Так же, как когда-то плавали апостолы с учителем. Галилейское море встречает путешественников легкой дымкой и штилем. Но из Евангелия мы знаем, что бывают здесь и сильные бури. Однажды в такую попали ученики Христа. Лодку бросало из стороны в сторону. В самый опасный момент апостолы увидели, что кто-то идет им навстречу. Так как было темно, то они, не разглядев, что это Спаситель, от страха вскричали. Они испугались, думали, это призрак. Но Христос сказал, это я, не бойтесь. Это было счастье, это была радость для апостолов, когда они услышали, что Христос идет. Апостол Петр вот этой радостью сказал, Господи, дай мне так идти по водам, как и ты, как по суше. Иди, сказал Христос. Петр смело вышел из лодки и стал идти по бушующим водам. Но вдруг ветер снова усилился, волны начали подниматься выше. Страх овладел апостолом. Стоило ему усомниться, и Петр в самом деле начал тонуть. Он сказал Христос, спаси меня, Господи, погибаю. Христос протянул руку Петру, поддержал его и сказал, маловерный, зачем ты усомнился? То есть причина того, что Петр начал топать, не сила волны, не сильная буря, о его сомнении. Корабль с путешественниками причаливает к берегу. Это великий Капернаум, который учитель назвал своим городом. Здесь прошла большая часть его служения. В библейские времена Капернаум процветал. Тут проходили торговые пути с побережья Средиземного моря до Сирии и Малой Азии. Это был очень великий город. Была таможня, было много ученых людей, книжники, фарисеи. Здесь синагога рядом, идутся раскопки. То есть практически вот это место, где ходил Христос, где были его апостолы. Сейчас Капернаума нет. Христос, кстати, предрекл ему, сказал такие слова, «Капернаум, до неба воздевшийся, до ата не извержившийся, потому что тебе было много чудес, но мало летней. Пророчество Христа сбылось в 7 веке, когда Капернаум захватили персы и арабы. Постепенно город пришел в упадок. Спустя столетия греки построили здесь храм 12 апостолов. Он утопает в зелени роскошного сада, по которому расхаживают животные. Здесь были призваны на апостольское служение. Помните, два брата, Яков и Иоанн, они закидывали, вымывали сети со своим отцом. Христос сказал, «Идите за мной». Здесь был призван апостол Пет. Иди, я тебе сделаю рыбаком людей, ломцом человеку. Он тоже оставляет ремесло свое и идет за Христом. На берегах Капернаума рыбаки снова закидывают сети. В Галилейском море, как и две тысячи лет назад, водится теляпия. Местные ее называют «рыбой святого Петра», ведь именно в ней он нашел монету, которую ему надо было заплатить собирателям податей. Апостольской рыбой щедро угощают путешественников в местных ресторанах. По древней традиции здесь просят угостить ближнего. На Галилейском море учитель показывает апостолам множество чудес. Христа слушается ветер и волны, ему подчиняются рыбы. Рядом со Спасителем у учеников ни в чем нет нужды. Заботу о себе здесь чувствуют и современные паломники. Столетия за столетием здесь продолжают продавать вино. Это место первого чуда Христа. Он знал, что как только покажет перед людьми свою силу, с этого момента начнется путь его страданий. Это Кана Галилейская, где по просьбе Божьей Матери Спаситель превратил воду в вино. В этом скромном арабском городке рады каждому путешественнику. Вот гостеприимный Джордж варит арабский кофе для посетителей своего сувенирного магазина. Мы живем прямо в этом здании. Мы пытаемся радушно встретить каждого туриста. У нас много путешественников из России, Беларуси, Украины. Люди приезжают сюда молиться. И, конечно, все они просят счастья для себя. И мы должны им это счастье подарить. Джордж приехал сюда из Греции, чтобы продолжить семейное дело. Этот дом построил отец Соломон, мой предок. Он также построил здесь церковь в 1880 году. Здесь все русское в этом храме. И мой дед продолжил это дело. Он стал священником в Канне. Мы очень привязаны к этому месту. Мой отец был здесь псаломщиком. Поэтому я решил, что должен продолжить семейное дело. Я счастлив жить здесь. Гостеприимно встречают паломников и в арабском магазине по соседству. По древней традиции, хозяин угощает паломников вином. Мы, конечно, не знаем, какое вино сделал Иисус. Сладкое, сухое, с алкоголем или без. Мы этого не знаем. Но то, что я знаю точно, Иисус хочет изменить мою, твою жизнь в лучшую сторону. Потому что Он дает нам самое лучшее, что у Него есть. И я считаю, что христианство началось здесь, в Кане. В библейские времена на свадьбу гостей не звали. Люди из ближайших деревень приходили на торжество сами. Иисус Христос придет сюда с апостолами из Капернаума. А навстречу из Назарета выйдет Божья Матерь. Свадьбу играли небогатые молодожены. Вдруг, в разгар праздника, у них закончилось вино. Это могло стать позором для жениха. Богородица попросила сына о помощи. Дева Мария подходит к сыну и говорит, что вина нет у них. Спаситель не сразу хотел совершить чудо, как бы сказал, что еще не пришел мой час. Но Дева Мария настаивает. Она говорит слугам, то, что скажет вам Он, то делайте. Тогда Христос сказал, наливайте воду в каменные чаши. Их было шесть. И вот налили воду в каменные чаши. Христос притворил эту воду в вино. На месте первого чуда Христа теперь православный храм. И в нем хранятся две чаши, по преданию те самые, которых вода превратилась в вино. Они напоминают людям, что Спаситель всегда готов выполнить любую просьбу к своей матери. Знаем, что всегда дитё просит маму, оно знает, что не откажет. И вот тоже действительно Божья Матерь, она ходатайца, она первая считается, потому что, что она не попросит, то ее сын исполнит. С этого момента начинается его час. Час проповедей и чудес, за которыми будут страдания. В этой местности все горы связаны непрерывными цепями. Но одна из них одиноко возвышается посреди Израильской долины. В отличие от сухих каменистых скал, эта гора от подошвы до вершины покрыта деревьями и цветами. Издревле она находилась на пересечении торговых путей и всегда привлекала внимание жителей Святой Земли. Однажды у ее подножия появился учитель с учениками. Поднявшись на вершину, Господь стал молиться. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн уснули. Позже они опишут Евангелие то, что увидели, когда проснулись. Лицо его сияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Вершина горы Фавор, где ученики стали свидетелями преображения Господня. Спаситель зовет учеников на гору Фавор, чтобы исполнить ветхозаветное пророчество. Всех святых местах, которые есть в Новом Завете, в них предвозвещают пророки в ветхозаветных книгах. И сказано, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуяся. И действительно, Фавор, это есть та гора, на которой произошло обновление человечества. Впервые это место стала почитать равноапостольная Елена. Она повелела воздвигнуть на горе храм, посвященный трём апостолам – Иакову, Иоанну и Петру. Древняя церковь не сохранилась, но в 20 веке греки построили здесь женский монастырь. А вот и главная святыня храма преображения. Посмотрите, эта икона напечатана на простой газетной бумаге. Но к святыне едут люди со всего мира. На святую землю икона попала с острова Крит. В середине 50-х годов Георгий Назиракес вложил икону в бутылку и отправил по Средиземному морю. Через три месяца у берегов Яфы двое православных арабов нашли необычную посылку. Так икона оказалась на святой земле. Начались бесчисленные чудеса. Смотрите, сколькими прошениями завешана нынче святыня. Преображение Господа описано во всех четырех Евангелиях. В тот день трое апостолов увидели Христа, каким Он будет в царстве Отца Своего. Иисус приказал никому не рассказывать об увиденном до воскресения. Вскоре начнется последний отрезок земного пути Спасителя. Иерусалим будет встречать Христа ликованием Асанна. Но позже толпа сменит радостные крики на громовые «Распни его!». В скорбные часы апостолы снова и снова мысленно будут возвращаться на фавор, где учитель явился им в своем преображении. Белый, светящийся. У него много названий и лиц. Город храма, город мира, вечный город. Вот уже сотни лет он не оставляет равнодушным никого, кто хоть на миг оказался под его синим небом. Я подъехал к Иерусалиму, мы остановились. Действительно, я стал на колени поцеловать эту землю, потому что это земля, по которой ходил мой Спаситель, мой Бог. И каждый раз, когда ты оставляешь землю, кажется, что от тебя отрывается какая-то часть. Не хочется оставлять, этот благословенный, город, город божественной любви. И увидел я святой город, новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. Так описал вечный город возлюбленный ученик Христа Иоанн Богослов. Господь и апостолы вошли сюда накануне Песаха, дня, в который вся Иудея вспоминала исход еврейского народа из Египта. Заканчивался третий год земного служения Иисуса. Слава о нем разлетелась по всей Иудее. Он ходит по воде, воскрешает мертвых и превращает воду в вино. Весь Иерусалим вышел встречать Христа. Люди кричали «Ассанна» и стелили под ноги Господа пальмовые ветви. Они ждали, что этот царь спасет Иудею от Римлян. Иерусалим тогда еще не знал, что Иисус пришел не за этим. Ученики подходят к Иисусу и говорят, что приблизился праздник Пасхи и нам надлежит собраться. А места в Иерусалиме у нас нет. Войдите в город, сказал им учитель. Там вы встретите человека, несущего воду. Следуйте за ним, он приведет вас к месту, где все будет готово. Гора Сион выше точка города. Гора, воспетая царем Давидом. Здесь, по преданию, находится его гробница. От этого места паломники по каменной лестнице поднимаются еще выше. Сионская горница. Место, где Иисус Христос собирает апостолов на тайную вечеру. Все происходило именно здесь. В древние времена люди за столами не сидели, а возлежали на полу вокруг трапезы. Так было и в тот вечер. Сначала Иисус совершил омовение ног ученикам. Петр так смутился, что поначалу даже отказался, но потом попросил Христа умыть ему и руки, и голову. В ответ услышал от учителя, нужно только ноги умыть, потому что чист весь и вычистый, но не все. Господь до последнего боролся за душу Иуды, но тот уже не слышал намеков Христа. Через некоторое время, обратившись к ученикам, он сказал, сегодня меня схватят и казнят, и один из вас меня предаст, и все вы соблазнитесь обо мне. Святой Петр сказал, ну может быть все, а вот я-то точно нет. истинно говорю тебе, не успеет петух пропеть завтрашнее утро, как ты трижды отречешься от меня. Здание Сионской горницы за века, конечно, много раз разрушалось. Вот эти стены возвели францисканцы в 14 веке. Сегодня горница не принадлежит ни одной из конфессий. Сюда то и дело заходят верующие. Одни внимательно слушают экскурсоводов, другие молятся, а бывают минуты, когда сионская горница остается почти пустой. Кажется, тут та же тишина, что и перед тайной вечерей. На этом месте Спаситель осветил таинство причастия. Преломив хлеб, сказал, сие есть тело мое, ломимое за вас, а взяв чашу, сказал, сие есть кровь моя, изливаемое за грехи всего мира. Пейте восставление грехов. После первого в истории мира причастия Иисус повел учеников на восток от города. Они остановились в селении Гефсимания. Там была небольшая пещера, где Христос оставил учеников, всех, кроме самых близких, Петра, Иоанна и Иакова. Удивительно, но это место сохранилось до наших времен практически в первозданном виде. Древние оливы немые свидетели тех событий. Они настолько старые, что их стволы в любую минуту могут упасть и сгнить. Но они живут, потому что дали новые побеги, которые зеленеют, цветут и дают плоды. И мы можем сказать, что именно эти деревья были здесь. Они возможно два, три, четыре раза уже успели обновить себя с того времени. Любой из них видел Иисуса и помнит все эти события. Апостолы уснули, и Иисус в одиночестве пережил минуты самых страшных земных терзаний. Он просил Бога Отца избавить его от предстоящих страданий так сильно, что с его лба падал кровавый пот. Впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Он произнес последние слова перед тем, как в Гефсиманском саду засверкали факелы. Послышался топот ног и ляск оружия. Стражники, которых послал за Иисусом первосвященник. Их привел в это место Иуда Искариот. Ученики проснулись. Стражники увидели, что в этом месте находятся четверо, а арестовать они должны только одного. Иуда подошел к учителю, обнял и поцеловал. Это был знак стражникам, показывающим, кого нужно схватить. Один из них бросился на Иисуса. Святой Петр, выхватив меч, перекрыл ему дорогу и ударом ранил его в голову. По Евангелию от Иоанна он отрубил ему ухо. По Евангелию от Луки Иисус это ухо приживил, жестом остановил святого Петра и добавил, не препятствуй сбыться предначертанному. Неужели ты думаешь, что мне не пить уготованные мне чаши? Схватив Иисуса, воины повели его на Верховный суд. Он снова входил в Иерусалим. На этот раз город встретит Христа громовыми криками. Это самая печальная дорога в мире, но в то же время по ней мечтают пройти миллионы христиан. Виа-де-Ла-Роза, крестный путь спасителя, начинается он здесь, недалеко от львиных ворот Иерусалима. Это место, где Понтипилат приговорил Христа к распятию. Всего крестный путь насчитывает 14 станций, которые обозначены специальными знаками. Это места, в которых Иисус претерпел наибольшее страдание. В день, который решил судьбу человечества, прокуратор изнывал от жары и хотел побыстрее закончить дело Иисуса из Назарета. Накануне жена умоляла его не казнить Христа. Пилат прислушался к словам супруги и пытался избежать вынесения смертного приговора. По традиции, накануне Песаха народ имел право помиловать одного из приговоренных. Прокуратор надеялся, что им станет Иисус, но толпа кричала «Распни его!». Эти решающие события происходили здесь, в Притории. От роскошного дворца не осталось и следа. Здесь сейчас женский католический монастырь. Но дальше, по улице, местные торговцы показывают древнюю стену прямо внутри сувенирного магазина и утверждают «Это уцелевший фрагмент Притории Пилата». Отсюда Христа повели на Голгофу. Его бичевали, надели терновый венец и возложили на плечи тот самый крест, на котором позже распяли спасителя. Весь этот путь занимает около получаса неспешно ходьбы. На узких иерусалимских улочках теперь шумный арабский городская суета едва отвлекает от мыслей о произошедших здесь событиях. Вот это чувство оно приполняет душу. Радуется душа, что ты не потерян, что есть один тот, кто больше всего тебя полюбил. И родители оставляют Господь никогда. Самого Господа в те страшные минуты оставили самые близкие. Апостолы, которым Он явил столько чудес, разбежались в страхе. Вместе с Христом Его страдания разделили только возлюбленный ученик Иоанн, жены Мироносицы и Божья Матерь. Четвертая станция Крестного Пути. Здесь по преданию Богородица встретилась со своим сыном. А это пятая остановка Крестного Пути. Здесь солдаты римской охраны забрали крест у Христа и отдали Симеону Кириньянину. В этом месте паломники обязательно прикасаются к углублению в стене, за которую по преданию держался Господь. Шестая станция, место, где святая Вероника, намочив свой платок в воде, вытерла им лицо Спасителя. Седьмая остановка. Здесь Господь упал. В библейские времена место, где распяли Христа, находилось за пределами Иерусалима. Теперь Голгофа, где и возвели храм Воскресения в самом сердце старого города. Святыня разделена между шестью конфессиями. Равные части храма принадлежат православной, католической, эфиопской, армянской, коптской и сирийской церквям. Всех входящих здесь встречает Ваджих Нусейбы, знаменитый хранитель ключей от храма Грома Господня. Он следит за порядком и за тем, чтобы разные христианские конфессии не нарушали права друг друга. Посмотрите, вот эта лестница уже несколько столетий стоит именно здесь. Она символ того, что любая мелочь в храме должна оставаться на своих местах. Это передается нам в наследство от отца к сыну. Все началось в седьмом столетии и продолжается до наших дней. Каждый день представитель нашей семьи открывает дверь храма в 4 часа утра и закрывает в 7 часов вечера. Я считаю, что любой, кто заходит в храм, это мой друг. Меня не беспокоит, кто вы, откуда, какая у вас национальность, во что вы верите. Мы здесь все люди мира. Наша работа сидеть и смотреть, как миллионы людей заходят в храм. Миссию хранителя ключей он осуществляет совершенно бесплатно. Главная святыня христиан стала для него родным домом. Младжих Нусейба мусульманин. Я верю, что Мария самая святая женщина на земле. Иисус это наш пророк для мусульман. Мы уважаем это святое место. У нас нет имен матери, дочерей, сестер Мухаммеда в Коране, но у нас есть имя Марии, которая мать Христа. И это место для меня, наверное, даже больше, чем мой родной дом, потому что большую часть времени я провожу именно здесь, в церкви. это Голгофа, где произошло спасение всего человечества. Свершилось, было последним словом Спасителя на кресте. В Евангелии описано, как в этот момент Иерусалим вздрогнул от землетрясения. По преданию, земля разверзлась надвое, и кровь Спасителя пролилась на череп похороненного под горой Адама, первого человека, созданного Богом. Люди, находясь здесь, безмолвствуют. Единственное, что в этом месте осмеливается сказать человек, это повторить слова разбойника, который был распят рядом с Христом. Помяни меня, Господи, во царстве своем. Сголгофы Христа принесли на камень помазания. Вот он, в центре храма. Это тринадцатая остановка крестного пути. На нем Иисуса приготовили к погребению, помазав миром и алоэ. В память об этом верующие льют масло на камень, потом собирают его тканью, которую хранят всю жизнь. В нескольких шагах от камня помазания центр христианского мира. Это последняя остановка крестного пути, гроб Господень, где похоронили Христа. В четвертом веке над этим местом построили часовню, кувуклию, и в этом году к ней было приковано особое внимание. Уже несколько десятилетий часовня над гробом Господнем нуждалась в ремонте. В последний раз ее обновляли в 1810 году, и за прошедшее с тех пор время в Святом Городе случилось несколько землетрясений. Реставрационные работы начались в октябре. Впервые за 500 лет археологи сняли мраморную плиту с гробницы Христа и подтвердили, это подлинное место его захоронения. Гробницы Господа не прекращается поток людей. Что можно попросить, зайдя в Кувуклию гроба Господня? Я в самолете думал, я буду просить обо всем. Я вот попрошу церкви нашей, блаженнейшим, родных, попрошу о нашей стране, чтобы был мир, благополучие. И когда я зашел в Кувуклию, у меня лишь только лились слезы. Я не мог ничего сказать. люди прикасаются к этим святыням, особенно к гробу Господню. И они говорят, что вот сейчас моя жизнь практически меняется, мировоззрение меняется. И я с новыми силами, с новыми надеждами, с новыми проектами в своей жизни возвращаюсь домой. Джордж завтра снова заварит кофе с кардамоном. Анвар будет разливать вино. На Галилейском море отец Василий прочтет Евангелие. Настоятели Бешара и Игнатиус расскажут свои истории чудес. На пороге Храма Воскресения встретят гостей ваджих Нусейбы. Мы прошли по земному пути Иисуса Христа от Назарета до Голгофы. А у тех, кто завтра впервые ступит на эти библейские дороги, будет свой Иерусалим. У Святой Земли найдется что-то особенное для каждого человека. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова